И снова здравствуйте! Вы на канале ОМЗАВ. И с вами я, Роман. Бывает такое, что иногда приезжает клиент и говорит, парни, почините, пожалуйста, оставляет ключи и уходит. В данном случае мы имеем вот такой автомобиль. Это Kia. Стартаж. 2011 года с пробегом в 123 тысячи километров. Двигатель G4 KD. Жалоба. Стук при работе. Приехал на эвакуаторе, завели, послушали, убедили, что действительно стук. Владелец ждать не стал, оставил ключи и уехал. Сейчас загоним в цех, поставим на подъемник, будем разбирать двигатель и смотреть, что явилось причиной стука. Подняли автомобиль на подъемнике. Давайте посмотрим состояние подъемнике на 123 тысячах километров. В принципе, все живое. Силенблоки живенькие. Ну, трещинки небольшие есть, но это не критично. Страшного в этом, в принципе, нет ничего. Так, да, имеет ржавое. Но это, чтобы эта железка заржавела, эта балка, не знаю, 300 лет пройдет. От машины ничего не останется, а балка будет целой. Поэтому в данном случае состояние подъемнике, можно сказать, хорошее. Срочного вмешательства никакого не требует. Все живенько и хорошо. Небольшое запотевание муфты, но это тоже не критично допускается. Как таковой течи, самое главное, нет. Слили масло. Ну, масло тоже, стружки не обнаружили. Состояние масла удовлетворительное. Понятно, что оно там непрозрачное, новое, но нормальное. Рабочее масло. Больших проблем с ним. Ну, естественно, сняли редуктор и обнаружили пренеприятнейшую вещь. Съедены шлицы. Можно будет посмотреть, какая фаска, насколько они съедены, провернула вал. Соответственно, не было полного приуда. Как вердикт, замена. А здесь на коробке течет сальник. В дальнейшем будет заменен на новый. Решил побороться с коронавирусом и одел перчатку. А тут с удивлением обнаружили, что отсутствует катализатор. И не горит чек, значит, владелец перепрошил автомобиль и ГРУ него не заглушен, со слов нашего всеми уважаемого механика. В общем, начинают появляться сюрпризы. Сняли двигатель. Внешнее состояние удовлетворительное. Особо течи масла мы не видим. Клапанная крышка герметична. Сбоку тоже все. Но это пролили при снятии немножко охлаждающей жидкости. Поддон коробки тоже герметичный. Да, в принципе, да. Внешне тут больше смотреть-то особо нечего. Нормальный, хороший двигатель. Приступаем к разборке и дефектовке. Ну что ж, не прошло и двух часов, как двигатель был изъят из автомобиля, разобран и практически продефектован. Здесь перед нами головка блока. В ней дефектов не обнаружено. Головка живая и рабочая. Выкрутили только что свечи зажигания. Они тоже, в принципе, рабочие. Но, естественно, после ремонта их требуется заменить. Здесь криминала по свечам никаких нет. Нормальные рабочие свечи. Здесь, на столе, мы можем наблюдать блок цилиндров, переднюю крышку, поддон двигателя, масляный насос, поршни и вкладыши коренные и шатунные. Ну, вкладыши у нас на местах своих стоят. В принципе, с данным дефектом владелец обратился очень вовремя, потому что больших и катастрофических разрушений у него нет. Масляный насос работает нормально, больших проблем по нему практически нет никаких, потому что вкладыши у нас идеальные. Можно будет посмотреть. Абсолютно в рабочем, нормальном состоянии. Что коренные, что шатунные, такие же ровненькие, красивые. Ну, о состоянии масляного насоса говорит также и состояние головки блока. Вы там посмотрели, да, что в постели распредвала абсолютно ровные и без задиров. А если проблемы с масляным насосом начинаются, то первое, где не хватает давления, это в голове, как и у человека. Так, передняя крышка тоже, в принципе, достаточно хорошая. Можно посмотреть даже, что нагара большого тут нету, отложений масляных каких-то криминальных. Тоже все живо и здорово. А дефект у нас оказался следующим. Здесь мы можем наблюдать забиры. На четвертом цилиндре видно? Передает? Вот. Прекрасно. Дальше задиры на третьем цилиндре. Вот они. На втором поменьше. Ну и на первом их практически не видно. Соответственно, если бы владелец продолжал ездить с таким дефектом, то задиры бы увеличивались и увеличивалось бы количество стружки и содранного металла в масле двигателя, что привело бы в дальнейшем к задирам на шатунах и выходу из строя, их и более глобальному и тяжелому ремонту. В данном случае обойдется все достаточно просто. Вот это поршень второго цилиндра. Здесь мы можем тоже набегать задиры. Мастосъемные поршневые компрессионные кольца. Живое мастосъемное кольцо залегло. Оно там не вращается. Причем, это проблема на всех поршнях. Здесь полуживое какое-то оно тоже. Ну, не работает нормально. Эти живенькие. И это третий. Поршень у нас вот тоже самое. Задиры, как правило, возникают на стороне, где находится выпускной коллектор, потому что это наиболее теплонагруженная часть двигателя. И самый главный вопрос, на который мы постараемся дать ответ, почему же все-таки происходят вот такие дефекты и радиры на стенках цилиндров. Как правило, ходимость таких моторов составляет от 100 до 200 тысяч. Это если владелец эксплуатировать автомобиль в городе. Если владелец очень большинство времени катается по трассе, то, соответственно, мотор работает в более спокойных и равномерных режимах. И вот такие дефекты наблюдаются на гораздо более поздних пробегах. Наше предположение, что здесь, возможно, две основных причины выхода из строя и появления таких задиров. Первый из них – это качество топлива, которое из-за своего не очень хорошего качества приводит к местному перегреву поршней, которые, в свою очередь, начинают залипать к стенкам цилиндров и образуют вот такие задиры. А второй не менее важный фактор, который тоже никак нельзя снимать со счетов – это качество масла. Потому что все часто спрашивают, какое масло вы используете. 5,30, 5,40, 0,40, 10,40. Вязкость масла может быть любой абсолютно. Но здесь самое главное – нужно понимать, что вязкость – это не одна из важнейших причин для подбора масла. Да, конечно, это зависит от температуры. Но самое главное – это подобрать масло по параметрам, которые соответствуют типу двигателя. Потому что существует два основных стандарта качества масла. Первое – это API – Ассоциация топливных инженеров. Это американская ассоциация. Второе – это ОСЕА – Ассоциация производителей двигателей европейская. В начале создания этой ОСЕА они, в принципе, работали параллельно вместе с API. И разработали следующие стандарты. Они немножко отличаются. Но по мне, ближе все-таки API. Итак, с чем это связано? Поскольку в последнее время очень часто повышались требования к экологичности двигателя, и дошел там стандарт экологичности до Евро-5, соответственно, изменялись требования к маслам, которые используются в этих двигателях. И, соответственно, также появлялись новые системы очистки выхлопных газов. Такие, как система рециркуляции отработавших газов, так называемая ГР. Но она уже достаточно давно на двигателях стоит. Потом появились сажевые фильтры. И даже на дизельных двигателях появились катализаторы. Что, в свою очередь, изменило требования к маслам. Самое главное, нужно себе отдавать отчет в том, что под каждый класс двигателя существует свое масло. Если у вас двигатель имеет такие системы, как турбокомпрессор, систему регенерации сажевый фильтр, клапан EGR, турбину, соответственно, масло должно соответствовать, чтобы оно использовалось именно в таких двигателях. Если вы будете использовать масло более низкой квалификации и более низкого качества, это не значит, что это хорошее или плохое. А это говорит только о том, что это масло можно использовать в тех двигателях, которые не так сильно нагружены. В которых, допустим, стоит только турбокомпрессор. И все. Остальные системы, допустим, экологичные, не установлены на двигателе. Там можно использовать более дешевые масла. Но никак не наоборот. Дешевые масла нельзя использовать вот на таких двигателях, которые могут привести вот к такой поломке. А вязкость масла – это уже как вторичный параметр, который подбирается уже непосредственно под те температурные диапазоны и те климатические зоны, в которых работает двигатель. Потому что точно так же масло 550 может быть разработано для высокофорсированного двигателя с турбонаддувом, системой дожига отработавших газов с сажевым фильтром. И точно такое же масло может быть и для двигателей предыдущих поколений. Вот что нельзя самое главное забывать. Но все эти обозначения, они написаны на банке этого масла. Вспомнил один забавный случай. В бытность моей работы на «Газеле» произошел следующий инцидент. Появились двигатели «Каминс Евро-5». И, соответственно, после некоторого пробега на этих двигателях нанесились поломки. А поломки были связаны с выходом из строя системы рециркуляции отработавших газов, так называемый ЕГР. Забивался наглухо. И причем эти обращения, машины-то были новые, гарантийные. И, соответственно, пошел вал обращения в гарантийную службу. Соответственно, завод понимал, что происходит что-то непонятное, стал разбираться, в чем же причина данной неисправности. В исследовании выяснилось, что использовали как раз-таки масла старые, которые не подходят по своим характеристикам для новых двигателей с Евро-5. И это масло должно было обеспечивать полное сгорание без того большого количества сажа, которое было на маслах предыдущего класса. Как только поменяли масла, заставили всех дилеров закупить масла нового стандарта, проблема исчезла. Приехал наш блок в токарный цех. Вот он. Такой красивый. Давайте займемся нашим любимым делом – распаковкой гаджетов. Это у нас комплект гильз для гильзовки блока. Вот они сейчас достанем и посмотрим. Все доставать не будем. Они все одинаковые. Этикетка, лейбл производителя этих гильз. Вот сама гильза, достаточно толстая, что позволяет, в принципе, подобрать и расточить оригинальные поршни под ее размер. И, соответственно, поршни у нас тоже, вернее, гильзы у нас не оригинальные, так как КИА не выпускает ремонтные гильзы. А другие сторонние производители гильзы выпускают совершенно свободно. Их достаточно большое количество. Что, в принципе, говорит о том, что гильзовать-то, оказывается, алюминиевые блоки чугунными гильзами можно. Только нужно это знать и уметь, как это делать. Для этого есть специалисты. Евгений. Он специально таким образом подбирает посадку, чтобы натяг компенсировал тот тепловой зазор, который образуется при... Понятно всем, что тепловое расширение у алюминия и у чугуна разное. И для того, чтобы в процессе работы при нагреве двигателя гильза не вылезла из блока, делается натяг этой гильзы. Он должен компенсировать то тепловое расширение, которое получает блок в процессе работы. Вот. Соответственно, оригинальные поршни. Они все идут в комплекте с пальцами. Подобраны. И я еще попозже подробно об этом остановлюсь. Если вы увидите, что у вас блок, и в нем вот так вот вставлены поршни, бегите из этого сервиса. Не ремонтируйте там. Чуть попозже я подробно объясню, почему там ремонтировать не надо. Блок приехал чуть раньше, чем мы. А для внимательных наших зрителей это связано с тем, что вы, наверное, обратите внимание, что я успел подстричься, пока блок ехал сюда. Так вот, отвлеклись мы на пару минут и секунд. Хотелось бы поговорить о двух моментах в ремонте двигателей. Это расточка и гильзовка. Есть адепты как расточки, так и адепты гильзовки. Мы рекомендуем гильзовку. Связано это с тем, что у этих двигателей неоригинальные поршни в ремонтных размерах не идут. Используются только неоригинальные китайские. И мы не можем гарантировать качество ремонта, используя запчасти неизвестного и сомнительного производителя. Поэтому наше мнение – это гильзовка. А еще, почему мы выбираем именно гильзовку? Потому что фирма «Каменс» американская, которая выпускает двигатели по всему миру для огромного количества автомобилей, в частности, для отечественных «Газелей», использует эту гильзовку. Хотя на американском рынке почему-то об этом сильно стараются не афишировать. Но у нас в стране, как официальное представительство, разрешает гильзовать блоки «Каменс». Продаются специальные гильзы ремонтные для того, чтобы эти блоки можно было гильзовать. Соответственно, не просто ж так люди нарушают все технологические процессы. И именно для России решают и говорят, что гильзуйте эти блоки. И не важно, как о нас потом подумают владельцы этих автомобилей, которые будут сталкиваться. Якобы, если бы вдруг эта гильзовка была некачественной, соответственно, эти бы моторы долго не ходили. А как всем известно, «Каменс» ходит достаточно долго. Поэтому и мы в своей работе рекомендуем всем гильзовку блока. Ну, а вы пишите в комментариях, какое ваше мнение по этому поводу. Жень, скажи, пожалуйста, а почему мы не рекомендуем владельцам использовать неоригинальные поршни, а и, соответственно, не рекомендуем расточку блока без гильзовки? Ну, расточка блока тоже не рекомендуется, потому что там стенка где-то миллиметр-полтора залитая. Чугун там залитый в алюминии. Ну, и стенка будет тоньше. Иногда и пора вскрывается. И, во-вторых, запчасти. Запчасти неоригинальные, потому что завод не дает расточки никакой. И качество изготовления самих поршней. Не рекомендует, да. И не делает поршня, что его можно растачивать. И, соответственно, когда меряешь неоригинальные поршни, они даже от стандарта размеров минус идут. Минус пять соток, четыре сотых. Это очень много. Да. Когда кольца работают в неправильном зазоре, у тебя получается не 86,50 размеров, а у тебя получается 86,45, 86,44. И уже кольца работают на шесть соток меньше. А шесть соток, это не знаешь, что в кольце шесть соток меньше стало? На три четырнадцатых развернуть кольцо, у тебя получается уже не на шесть. Шесть на три, на восемнадцать соток неправильно будет работать. Понятно. У нас, соответственно, иходимость двигателя меньше. И греется. А здесь, когда ты знаешь, что по стандарту размера, все, ноль положено быть нулем. Кольца. Кольца оригинальные поршни, оригинальные пальцы в комплекте. Не надо попиливать кольца и регулировать зазоры в них. Не надо. Ставишь все, если размеры в идеале, ставишь. Спасибо. И долго служит. Спасибо. А для желающих поспорить с Евгением и с нами, оставляйте ваши комментарии под видео. А теперь расскажу, почему нельзя поршни вставлять новые в блок. Если обратите внимание, у нового поршня есть покрытие на юбке. Вот такое, с насечками. И оно у нового поршня ровненькое, без всяких царапин. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Мы, соответственно, измеряем этот поршень и растачиваем уже вставленную гильзу под размер этого поршня. А дальше хоном доводим необходимый зазор, который обеспечивает нормальную работу. И причем, если обратите внимание, то у хоны меньше по диаметру, чем сам цилиндр. Но у станка есть такая штука, что внутри находится вал, который под давлением гидравлики нажимает и обеспечивает плотную посадку и обработку стенки цилиндра. И если здесь используется масло для уменьшения температуры и для качества обработки, соответственно, здесь очень много абразива. Потому что хоны алмазные. И если туда вставлять, пытаться поршень, то можно как раз повредить вот это прекрасное покрытие, которое у нас есть. Если там останутся кусочки вот этого хона алмазные, то оттуда его уже вымыть или там вычистить будет крайне сложно. Ну и, соответственно, в дальнейшем это подскажется на ресурсы этого двигателя. Да и клиенту как отдавать поршни, которые все покоцаны, это просто неприлично. Соответственно, их подписывают по номеру цилиндра, под который они были подогнаны. И укладывается обратно всю коробочку, и вот таким образом обратно отдается все в цех для сборки. Никогда поршни не вставляются в блок для того, чтобы не повредить покрытие юбки. Вот здесь, как пример, у нас уже готовый блок, отхонингованный, и вот его цилиндры здесь лежат. Сейчас мы вскроем, посмотрим. Люблю вскрывать, получаю истинное насаждение. Вот поршень, колечки под палец, и подписан, соответственно, видите, четвертый цилиндр. Юбочка прям, ах, любо-дорого смотреть. Прям так бы и откусил. Вот в таком виде все это отдается на сборку. Соответственно, и клиент доволен, соответственно, и владелец доволен, и мы тоже. Ну и, соответственно, здесь можно будет посмотреть хон, рисунок, который нанесен. Ну а сейчас не будем мешать Евгению, поедем в цех для сборки, ожидание блока для сборки. Ну что, ремонт на автомобиле Kia Sportage закончен, ключи у меня в руках, двигатель установлен, раздатка заменена. Сейчас будем пробовать заводить. Дмитрий у нас как раз проверит уровни. И попробуем сделать первый пуск. Можно завести? Да, можно. Все. Ну что, пробуем. Нет? Прекрасно. Газани. Все, ровненько пойдем на улицу с ним, посмотрим, как моторчик работает. Ну вот, как мы можем с вами наблюдать, моторчик работает ровненько, без всяких посторонних звуков, глюков. Попукивает периодически. Это у нас гофра рваная, но владелец сказал, что в следующий раз подъедет о заботе с ее заменой. Пока оставляем так. Ну что, это не может не радовать. Такая успешная и удачная работа. Прям самому нравится. Ну что, можно считать, что на этом ремонт двигателя закончен. Владельцу останется пожелать только счастливой дороги и аккуратного вождения, а также, чтобы любил и дальше заботился о своем автомобиле. Вы были на канале ОМЗАП. С вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Ну что, на этом можно считать, что ремонт этого автомобиля закончен. Оставайтесь с... Продолжаем. Здравствуйте. Вы на канале ОМЗАП. С вами был я сейчас. Ничего страшного на канале. Почему ты не рекомендуешь? Не почему ты, а как. С вами был я, Роман.